Всех приветствую на своем канале Галерея Лайф или Камбуз Реальной Истории. Зовут меня Тучевый Игорь Анатольевич, я повар, а также матрос-повар, в море почти 40 лет и в лет 20 последних работаю в смешанных экипажах с иностранными судовладельцами, но и членами экипажа тоже. Сегодня я буду отвечать на вопросы, которые мне задавали в последнее время на канале, и эти вопросы будут мелькать в виде скриншотов, лучше просматривать вопросы на стоп-кадре, потому что там будет обозначено время, когда эти вопросы и ответы на них будут появляться в этом ролике. Быстро просмотрев это своеобразное оглавление, вы сможете перейти к вопросам, вернее, к ответам, которые могут заинтересовать вас более всего. Ну что, представление состоялось, итак, погнали. Вопрос первый. Здравствуйте, Игорь. Работали ли вы на судах типа Костер? Если да, то как там работать, какие нюансы, плюсы и минусы, от какого оунера и крюинга работаете? Оунер у меня немецкая компания Рюнбрарен. Сейчас не вспомню точное название, а крюинг таллинский, эстония-таллинский, называется Кати Шип. Доволен и работаю в компании, я там уже пару лет работаю, и крюингом тоже доволен. Очень хорошо работают, качественно нашли они меня сами. Они сотрудничают с немецким большим крюингом Любека, и я вот через эти ступеньки, так сказать, на работу и отправляюсь. Все хорошо, но это как бы отдельная песня, если рассказывать о взаимоотношениях моряка и крюинга. Итак, Костер. Да, у меня последние суда Костеры, и на них, как правило, нужна смежная специальность матроса. Первые пять лет в море я работал матросом, и, собственно, восстановил документы, поэтому для меня это не составляет сложности работать. Хотя, я сейчас работаю на судах, хотя я и числюсь матросом-поваром, но ни в швартовках, ни в работах, которыми обычно привлекают поваров, матросов-поваров, я не участвую. И это меня еще больше устраивает. Пароходы Костер. Костер, ну, такое общее название небольших пароходов, которые далеко не отрываются от кост, от берега, я так понимаю это название. И, в общем, это почти что прибрежное плавание у нас, раньше называлось Каботажное, ну, хотя, в принципе, Каботаж это рейсы между портами одной страны, собственно, одной страны. Тут различные, как правило, это Северная Европа, или Средиземка, или то и другое в течение контракта. Вот на последнем контракте я и по Средиземному покатался, и до Норвегии. До Норвегии мы дошли, и в Германии списались. Нюансы. Ну, нюансы для повара состоят в том, как я уже сказал, то, что нужна, как правило, смежная специальность, и, возможно, тебя по этой смежной специальности будут привлекать к доп. работам, ну, к швартовкам, по крайней мере. А это для повара, когда тебе нужно и приготовить, и поучаствовать в ночной, особенно, швартовке, то это, естественно, разные вещи. Ну, это, я больше говорить об этом не буду, там ещё есть масса, в общем, нужно широко раскрывать этот вопрос, вопрос длинный. Длинный. Говорите, пробегусь кратенько по другим вопросам. Следующий вопрос. Антон Девичков. Блин, а я уже не Рима не был. Ну, Антон дальнобойщик, я так понимаю, поэтому он знает некоторые места, в которых я побывал. Коп, походу, может утопить судно, не закрыв иллюминатора. Ну, не только кок. На палубе живут и матросы, и кадет живёт. В принципе, любой, кто не закрыл иллюминатор в хорошую погоду, когда судно идёт в грузу и до воды, там, метр или чуть больше. Если погода поменяется, и он забудет об этом, он где-то пошёл, работает, то он начнёт заливать. И такое попадается, и заливает. А если судно начнёт резко, допустим, поворачивать, ну, расходясь с другим пароходом, то есть резкий поворот, когда судно накриняется, иногда вполне резко, там, если крутой поворот, то можно почти в 10 градусов положить, то вы можете набрать воды столько, что потом можете и не встать. Кстати, я, по-моему, уже говорил, что в Азовском морском пароходстве, где я работал на лесовозах, когда они ходили с караваном, то есть лес грузили ещё и на палубу, категорически было запрещено открывать иллюминаторы. И даже выделяли матросы, это был или боссман, или старший матрос, который каждое утро обходил все каюты на нижней палубе со швайкой. И затягивал иллюминаторы, проверял, затянуто ли, чтобы духота, не духота, жара, не жара, иллюминаторы должны быть закрытыми. Ну, я немножко вольно себя чувствую, можете видеть, что при нормальной погоде у меня иллюминатор открыт, легче дышится. Ну, начальство к этому как бы не особенно противится. Продолжаем, вопросы. Бывает ли обвинение в сторону повара, что он что-то не доложил, или сам съел, при этом утаив от команды? Ну, может такое быть, когда создаётся напряжение в команде, там идёт, нужно экономить продукты. Ну, я обычно всегда объявляю об этом, что сейчас будет экономия продуктов, потому что мы должны растянуть продукты, или экономия, потому что мы должны выйти на определённую сумму, поэтому немножко раньше вы ели хорошо и много, теперь будем есть немножко меньше. А то, что недовольство возникает всегда, они, как правило, сначала они бурлят внизу, тебе ничего не высказывают, потом только начинают жаловаться наверх, и это доходит до тебя. Я всегда говорю, если есть вопросы, сразу ко мне обращайтесь, иностранцам тоже говорю, филиппинцам всегда об этом говорю. Ко мне сначала, мне вопросы задавайте, почему так, почему эдак, а я буду на них отвечать. Если вам что-то не нравится, сначала не спросите у меня, но они, как правило, даже если им ты это говоришь, они всё равно бегут к начальству жаловаться. У них такой менталитет. Продолжаем серию вопросов от Антона Ячкова. На другом канале слышал, что человек похудел на 7 килограмм из-за повара-индуса. Ну, я знаю истории, когда худеют не только из-за поваров-индусов, но и из-за наших поваров. Филиппинцы худеют. Мне один рассказывал, что у него брат попал к русским в экипаж, и у них была повариха, такая однодородная женщина. Самое большое, что и он приехал похудевший, что-то тоже там почти 7-8 килограмм. Почему? Потому что рисом их кормили только два раза в неделю. У них рис основное питание, они едят его три раза в день и ночью могут есть. В общем, то, что для нас хлеб, для них это рис. И даже если присутствует всё остальное, но они не доедают риса, основное их питание, они будут как бы не доедать, и для них это проблематично становится. Так же, как думаю, для этого человека, похудевшего с поваром-индусом. Просто неприятие той пищи, которую тот готовит, а индус или любой другой повар или не хотел готовить, или не умел, но, скорее всего, больше не хотел такую пищу, которая бы была удобоварима европейцам. А правда ли это оно? Можешь ли ты куда-то пожаловаться, если тебя не устраивает питание? Когда питание не устраивает, можно жаловаться на всех и на вся, вплоть до ITF. Кстати, ITF-овские ребята, инспектора, всегда приводят в качестве примера. Главное непонимание и вопросы, и недоразумение, вплоть до скандалов и остальных неприятностей, это на судне, это питание и зарплата. Это первые два пункта, по которым команда может не найти взаимопонимания с владельцами судна. Вопросы такие вот, ролики повторяются много-много раз, и в минусы меня записываются, ну и пишут, что люди видели. Я в самом начале, когда начались идти повторения роликов, я уже объяснял, но я сейчас вкратце, это есть в описании к 18 эпизоду. Я когда начинал на канале выбрасывать эти ролики, я решил, что надо начать с чего-нибудь этакого. И так как у меня был материал, я практически наугад ткнул в те ролики, в те дни, когда я был в Италии. Мне показалось это интересно и морское пересечение, и море, и земли. И начал серию из этих роликов. Я их сделал, потом начались другие ролики. И в конце концов я подошел к тому, что нужно сделать описание всего контракта. Я снимал весь контракт в течение пяти месяцев, практически каждый день. И я начал с самого первого дня. На канале оно так и присутствует, история одного контракта. И мы уже дошли, что-то там, по-моему, до 26, по-моему, вот сейчас выйдут 26, 27 ролики. Эту последовательность нужно было поддерживать и выдерживать их в одном стиле. Поэтому ролики, которые уже были выложены, что-то там порядка с 10 дней. Я немножко переделал их, что-то убрал, что-то добавил. В основном я добавлял комментарии и ставлю их вновь, вновь вписывая в общую канву этого сериала. Скоро они закончатся, эти ролики, которые вы уже видели. Я, кстати, благодарен людям, которые мне пишут и которые, так сказать, просмотрели, как я думаю, от корки до корки. Весь материал, который я на канал выкладываю, ну, уже в течение года. Ну, уже больше года идут у меня ролики разного типа. Так, объяснился. Олег Марахов. Очень приятно, что меня смотрят люди, которые и знают такие названия, и умеют готовить, и чувствуются профессионалом. Ну, с Олегом мы переписывались, он проработал на пассажирских судах. Сейчас уже не работает. То есть, опыта у человека хорошо и много. Ну, а в ответ, что я могу сказать, что я не стараюсь, уже давно не стараюсь, ну, может быть, то, что стал старый и ленивый, вводить в меню что-то новое, и каждый раз, допустим, те же хвосты готовить по-новому. Кстати, хвосты вот сейчас мелькают очень часто в этом сериале, только из-за того, что, придя на пароход, я нашёл их там больше ящика. То есть, там, что-то там почти килограмм двадцать было, это хвостов. Это, кстати, не дешёвое удовольствие. И повар, который был до меня, может быть, их заказал, но нечасто использовал. А я уже работал на том, что у меня есть. Потом хвостов поубавится, я их не буду столько заказывать. А так, приходится очень часто обращаться к этому виду мяса. И я в своей практике вынес то, что нужно делать что-то усреднённое. То есть, так как я работаю и с филиппинцами, и с европейцами, это немцы, ну, наши ребята, Украина, Россия, ребята из Прибалтики, но они тоже русскоговорящие. И вот нужно найти что-то такое, чтобы подходило всем. Вот с арахисовым маслом подходит всем. И едят с удовольствием, но только лишь те не едят, кто вообще там хвосты не воспринимает, как еду. Я раньше, кстати, тоже не воспринимал. Сейчас мне это дело нравится. Следующий вопрос. А там картофан, высадить в коробку из-под бананов и курей на яйцо в морозильной камере, да и карасе в трехлитровую банку запустить антиповелитель, супротив. Ну, я люблю такие вещи читать, когда люди, если не сарказм, то веселость какую-то проявляют. Рыбу запустить свежепойманную, чтобы она от тебя плавала, да такое бывало там. Помню, у нас где-то с недели акулёнок в бассейне плавал, пока всем не надоело его, не выпустили. Раньше ребята, которые на Востоке ходили очень долго, заводили поросят раньше, в те далёкие времена, и растили поросят, потому что там одного-двух поросят можно выкормить в хорошую свинью, если вот сам экипаж был там 25-30 человек, отходов всегда хватало. Да и возили иногда там зерно, можно было там не только поросят выкормить. Но сейчас этого не бывает, я об этом уже не слышу давно. И продолжение практически этого же вопроса. Почему вы не заведёте лоток с выращиваемой зеленью? Про кефир понятно. Кинзу с петрушкой можно растить, стрелки зелёного лука, чеснок, а уж от пророченной соли, сои филиппинцы наверняка кругами станут гоняться в экстазе. Ну, действительно, филиппинцам пророченную сою, но её проще заказать. И даже в Европе, даже в Европе она бывает довольно-таки часто. Но европейцы этого, как правило, не понимают. Даже если ты там набрасываешь её по чуть-чуть в салате, нужно народ к этому приручать, приучать, приручать. Олотки с зеленью. Ну, вообще-то я небольшой любитель заморачиваться. Если можно чего-то не делать, я не делаю. Я не помню, чтобы я растил зелень в лотках. И мне не встречались, когда я кого-то менял, чтобы эти лотки присутствовали. Вот помидоры мы растили, помидоры черри. Я пришёл, начались с маленьких ростков. Вот обычные семечки с обычных черри посадили. И к концу моего контракта, даже где-то в половине, у нас уже на подоконниках, под иллюминаторами рос такой приличные кусты, росли весьма красиво, на которых уже стали красные помидорничьи. Это было прикольно. Ну, это так, ради эстетического удовольствия. Вот мяту. Мяту я не рощу, а сохраняю. Меня научил, вернее, показал, ну и научил. Один филиппинский стюард. Я заказал мяту, он просил, можно взять, можно. И он взял, помыл и просто поставил в стаканчики на столах у офицеров. А потом, когда начинали некоторые из этих ростков мяты вять, он просто убирал, и через неделю уже у тех, у той мяты, которая наиболее сильная, выжила, пошли ростки. И просто подливая воду, эти маленькие кустики мяты стояли, можно сказать, практически до бесконечности. Просто за ними нужно следить. Что я и делаю очень часто. Часть мяты использую, а часть просто вот таким образом жду, когда она прорастет. И в каюте, у меня в таком случае, всегда немножко влаговухающий мятный букетик стоит. Ну а тем, кто будет это делать, я только, только, плюс и за. Добрый день. А такой вопрос, как можно бороться с качкой? Дайте, пожалуйста, совет вестибюлярный слабый. Ян Данила. Ян. Упражнения, нароспециальные, можно посмотреть в интернете, наверняка и есть. В своей практике, то есть у меня более-менее нормальный был, и до сих пор нормальный вестибюлярный, я укачиваюсь, но не сильно, на меня влияет качка там первый день, потом это проходит, и то так, просто чувствуешь себя, дискомфорт, потом к этому привыкаешь, какая бы качка ни была. запахи вначале на меня влияют. Вот. А как-то была у меня практика, ну и до сих пор я, так как возраст, и твои, так сказать, физические, физические качества, так, немножко, немножко понижаются, и когда делал, делаю зарядку, есть такое упражнение, хотя оно не для развития вестибюлярного аппарата изначально было, а как борьба с надвигающейся гипертонией. Ну вот, могу посоветовать такое. В идеальном варианте лежишь на спине, потом резко встаешь, закрываешь глаза, раскидываешь руки и начинаешь крутиться практически на одной оси, чем быстрее, тем лучше, но если не получается, то не надо быстрее крутиться, но не менее десяти раз в одну сторону и потом десять раз в другую сторону, закрытыми глазами. Потом глаза открываешь, руки опускаешь и стараешься пройти по прямой метров пять, можно больше, если позволяет пространство. Если вначале совсем плохо, не надо крутиться дольше, может быть, не надо закрытыми глазами крутиться. И вот я заметил, когда я делал это упражнение, то через какое-то время просто становишься правнее ходишь, ну и при этом не чувствуешь головокружение, которое изначально по-любому будет, потому что раскручивание, вот это, оно, конечно, сильно влияет. Так что, Данила Ян, или это упражнение делай, а еще лучше посмотри в интернете, там наверняка есть другие упражнения. Вот, постоянный подписчик и зритель Рунос задавал несколько вопросов. Ваш аквариум действительно впечатляет, ну это, когда смотришь, как заливает иллюминатор. А как часто приходится помогать на палубе? По мне, так не должны кока часто отвлекать от кухни, а то остальные будут голодными. Но я уже говорил, что, хотя я в последнее время матрос-повар, я работаю в тех экипажах, где повара не привлекают к другим работам. А у меня, я работал в экипаже, где было 5 человек, и, естественно, все швартовки, а иногда и привлекали к уборке трюма, к передвижению переборок в трюме. У нас такой пароход, даже иногда красил. Но это уже было, так сказать, со стороны капитана, так сказать, на меня давление такое оказывалось. Я шел красить и при этом говорил, ребята, если вы хотите есть бутерброды или вареные сосиски с макаронами, то я буду весь день красить. Кто-то там пришел до ужина или до обеда за полчаса, сварил вороны, сварил макароны там или еще чего-нибудь там, бросил сосиски, нарезал колбус. Если вас устраивает, я хоть весь контракт буду там красить, что-то другое делать. Просто не все рабочее время там выделять какое-то время на вот это вот. Так что все зависит от твоего взаимодействия с начальством. Ну и обстоятельства, естественно. И вот Арунас опять спрашивает. Ирина Анатольевич, какой нож посоветуете в кухне? У меня соленгер немецкий. Хотелось бы еще тесака приобрести. Я тебе завидую, Арунас. У меня соленгера. Соленген. Соленген. Это хорошая фирма. Ножики стоят очень дорого. У меня таких дорогих ножей нет. И дома нет. И я с собой их не вожу такие дорогие. Ну не покупаю, не вожу. Потому что на переездах можно просто очень легко лишиться этого ножа. Он может потеряться. Вместе с сумкой можно попасть в такие страны. И в такие обстоятельства, где у тебя на таможне отберут этот ножик. Есть такие моменты. Ну я не могу посоветовать там прям какие ножи. Нож должен подходить по руке. В общем отдельная большая тема. Арунас, давай я как-нибудь вернусь к ножам. И более плотно поговорим на эту тему. Но не обещаю, что это будет скоро. Едем дальше. А вот вся кухонная утварь. Что есть, с тем работаете. Или можно что-то попросить заказать у владельца судна. Или что-то поломалось в рейсе. Привозят в ближайшем порту. Вместе с продуктами, с запчастями. Вот кухонные ножи с собой возите. Ну я, по-моему... Ну, повторяюсь. Кухонных ножей я перестал возить. Большое количество. Вожу с собой только основной нож и маленький овощной. И только для того, что рука привыкла. И ты в первый же день включаешься в работу основным своим инструментом. Который у тебя лежит в руке. Удобно и ты хорошо владеешь. Так. Заказ. Заказ всевозможной утвари. Кухонной. На судах заказывают раз в квартал. Если тебя что-то не устраивает. Но ты приходишь и, как правило, какое-то время работаешь с тем, что у тебя осталось от прежнего повара. И у тебя просто, как правило, нет шансов, даже если у тебя что-то с ножами. Вот, кстати, о ножах. Я как-то менял филиппинца-повара. И он мне рассказал, что он предыдущего повара менял. Когда он тут уехал, а этот приехал. Они там встретились буквально на трапе. И когда он полез смотреть ножи, какие на Кангузе, он ошалял. Он мне потом показывал эти ножи. Все ножи, все были порубаны. То есть он, этот повар, непонятно на что разозлившийся, взял ножи. И просто их, то ли друг об друга, то ли об что-то, все были как пилка. Это пипец. Он просто не хотел в этой компании работать. Для чего было сделать незнакомому повару такую гадость? Я, конечно, понять не смогу. Или пусть даже не так. Просто вы придете, а ножи старенькие, неточенные, хорошие, новые уехали у повара в чемодане. А тебе нужно работать. Ты начинаешь точить ножи. Иногда просто нет точильного камня. И такое попадается. Не на чем точить. У меня такое было, что у меня не было ни точильного камня. Ни даже наждачной бумаги. После этого случая я стал с собой на одной сумке ложить наждачную бумагу. Чтобы было на чем поточить ножик. Конечно, править можно его на тарелке. Но наточить не наточишь. Так, потерял мысль. Значит, раз в квартал. Заказывается. Хорошо, если тебе заказали. И ты в скорости получаешь заказанное. И это заказанное. И это заказанное. То, что нужно. Но все равно, что-то не устраивает. Ты начинаешь заказывать себе. Это может прийти раз в квартал. То есть, если ты в начале квартала приехал. То ты через три месяца. А то и больше получишь то, с чем тебе нужно работать. И не всегда это будет. Практически. Всегда это будет не очень хорошее качество. Какая-нибудь дешевка. Даже в Европе. Про Азию я не говорю. Или какие-то Африки. Но иногда и там хорошее бывает. Привозят хорошее. Там ножи хорошие привозят. Там еще какое-нибудь что-то хорошее привозят. Но очень часто попадается то, что Шипшанлер просто, чтобы закрыть эту позицию, покупает, блин, ну самое дешевое. И ты с этим дешевым, соответственно, от такого же качества работаешь. Пресную воду где берете? И какая она по качеству? Пресная вода сейчас на пароходах практически везде. Это опресненная морская. То есть, когда опреснитель стоит и как-то работает главный двигатель. Ее выпаривают. Потом сливают танк. Ну а потом она проходит по фильтрам таким с камушками. И якобы обогащается до нужного качества всякими минералами. Что, конечно же, не так. Любой моряк вам скажет, что... Ну особенно там, которые работают на длинных переходах. Что вода, ну вот именно той, которая течет из кранов. Хотя вот на больших пароходах есть различия. То есть, питьевая вода, мотивая вода. На Камбузе она всегда должна быть питьевая, мотивая. Если или только питьевая вода идет. То есть, из питьевых танков. Мотивая это в душе, в туалете. А вообще-то вода бутылированная. Бутылированную воду или она раздается бесплатно. В таком случае ее включают... Ее включают... Стоимость этой воды включают в общую стоимость продуктов. Или некоторые компании отдельно выделяют на это деньги. Ну, есть и много случаев, что ее просто берут за деньги. И если тебя не устраивает вода, ты за деньги покупаешь себе воду. В судовой лавочке. Воду берут на... С берега тоже воду берут. Но так как она, как правило, стоит денежек. Иногда очень хороших денежек. Стараются этого не делать. И стараются дотянуть до того порта, где вода, хоть и за деньги, но будет, по крайней мере, лучшего качества. Вот там в Европе, где-нибудь. В Африке, допустим, стараются не брать воду. Или дойти до порта, где воду вообще бесплатно можно брать. Вот я работал на пароходах, Швеция, Норвегия. Там вода бесплатна. То есть пришли, подключились и набирай, хоть залейся. Качество хорошее. Ну вот, пожалуй, всё, потому что... Кто-то там пришёл. В конце хотелось бы сказать спасибо вам за терпение. Всё-таки более получаса вы со мной находились. И ещё большое спасибо тем, кто присылает вот такие ободряющие комментарии. Спасибо вам большое. Спасибо всем за внимание. Спасибо.